Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий Сегодня Valve представила свою портативную игровую консоль, которую многие сразу начали сравнивать с Nintendo Switch Тем не менее, устройство, несмотря на аналогичный форма-фактор, гораздо ближе к привычным игровым ПК Стоимость консоли стартует от 399 долларов США за базовую модель с 64-байт и MMC-накопителем IGN те, кто уже опробовал устройство, высоко оценивают его возможности Благодаря тому, что 7-дюймовый экран портативного компьютера имеет разрешение 1280-800 пикселей Производительности устройства хватает для запуска самых требовательных игр на средних и высоких настройках с разрешением HD Стоит отметить, что теоретическая производительность консоли примерно равна производительности Хабокс Ван и PlayStation 4 Обозреватели отмечают, что такие хиты как Dead Stranding, Doom Eternal и Control работают на Steam Deck просто восхитительно Конкретные показатели не уточняются, по всей видимости, их мы узнаем несколько позже IGN Steam Deck использует четырехъядерный восьмипоточный центральный процессор AMD на архитектуре Zen 2 А также графический ускоритель на архитектуре RDNA и 2 секунды 8-ю вычислительными блоками Благодаря фирменной док-станции консоль можно превращать в настольный ПК, подключая ее к монитору, мыши и клавиатуре Вместо док-станции можно использовать и другие USB-адаптеры Настольный интерфейс установленный на устройстве SteamOS напоминает Windows Те, кто хочет работать SOS от Microsoft могут без проблем установить ее на свою консоль IGN в портативном режиме устройством также довольно удобно пользоваться, во многом благодаря высококачественному сенсорному экрану Из физических элементов управления стоит отметить функциональные клавиши и удобные джойстики, оснащенные емкостными сенсорными панелями Помогут в играх и наличие акселерометра с гироскопом, который в отдельных случаях обеспечивает даже более удобное позиционирование камеры, нежели мышь IGN в целом, Steam Deck, по мнению экспертов, станет хорошим выбором для тех, кто хочет в удобной обстановке насладиться игровыми хитами, при этом не будучи обделенными в плане производительности Тем не менее, геймерам вряд ли хватит 64 байт накопителя базовой версии, но к счастью есть версии с 256 и 512 байт SSD Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал